Колыбель земли, колокол мира, место силы, это все об Алтае, который потрясает своей первозданной природой и духом тайны. Вид на эти склоны теперь открывается из нового пятизвездочного всесезонного курортного отеля «Манжирок». Архитекторы сделали его частью пейзажа. Здание в форме подковы облицовано материалами под дерево, чтобы ничто не нарушало гармонии. Камеру пусть покажут. Это замечательный склон. Какая красота. Внутри обстановка, мягко говоря, опережает некогда привычный в этих краях формат отдыха. Лыжи у печки стоят. Интерьеры хоть и носят печать экологичности, это все же простота роскоши. Могло ли быть иначе, если курортом управляет СБЕР? Его глава Герман Греф и провел экскурсию председателю правительства. Из каждого номера открывается вид на единственное тут теплое озеро «Манжирок». И виды достаточно, ведь здесь есть спа-центр. Всего 23 километра трасс, по которым уже можно кататься. Вот эти трассы мы введем к зимнему сезону. Это плюс 4 километра примерно. Будет 27 километров трасс. И весной мы сдадим еще 10 километров. Всего будет 37 километров. Это место позволяет, мне кажется, сделать очень большое количество трасс. Всего 67. А вы не шепчите. Всего 67 трасс километров через 3 километра. Через 2 года это. 67 километров. Михаил Мишустин все же подчеркнул, что эти возможности должны стать доступны для любого кошелька. Это очень важно. Я хотел сказать, что и по цене мы говорили, да, Максим, чтобы дать возможность, ну скажем так, по возможности сделать массовое катание. Вот так, кстати. Манжирок – крупнейший работодатель и налогоплательщик республики Алтай. Поэтому здесь и проводят совещание по развитию внутреннего туризма. То есть на наглядном примере, как гостиница может стать экономическим двигателем целого региона. Я уже говорил, что самое большое количество туристов здесь местное. Новосибирск, Барнавров, Кемерово. И, ну и республика маленькая, конечно, все-таки. Мишустина также познакомили с перспективными проектами внутреннего туризма, тематическими парками, глэмпингами, то есть гламурными кемпингами и модульными отелями, которых в России уже четыре сотни. А по поручению президента финансирование таких конструкций в ближайшие два года вырастет на 11 миллиардов рублей. Я в прошлом году впервые побывал как раз вот в такой модульной конструкции на отдыхе. Это потрясающе. Просто потрясающе. Никогда даже не представлял, что так просто, кстати, достаточно недорого, да, и экологично можно сделать возможность пребывания в местах, которые, так сказать, еще человечеством, где красиво, где природа. И, конечно, это не может не радовать. Обрадовала премьера и компания из Тверской области, готовая производить канатно-транспортное оборудование. Не все же время австрийские подъемники покупать. Доступные для российских инженеров вещи, подчеркнул Мишустин, надо создавать здесь. Бальзам на наши раны. Говорили об этом неоднократно. Неоднократно. Ищите и найдете, потому что есть в России абсолютно точные центры компетенции, которые способны создать эти технологии. Премьер также призвал искать инвесторов, готовых делать в России парковые аттракционы. Вы помните в парке культуры отдыха, не знаю, в Подмосковье, я жил, рядом был парк небольшой. Что там было? Колесо, карусель, качели, их простые какие-то тренажеры, обязательно тир. Вот смотрите, кто помнит эти парки, ну было же, производили. Ну почему сейчас нельзя начать, Александр Николаевич, с простого, то, что не требует больших инвестиций и даже требований безопасности. Потом потихоньку перейти к более сложным вещам. Кстати, о рекордных частных инвестициях в туристическую отрасль Алтайского края рассказал губернатор Виктор Томенко. Более 2,5 миллиардов рублей в прошлом году были вложены в рекреационные объекты Бирюзовой Катуни, и горную зону Сибирская Монета, и новый курорт Белокуриха Горная, где строят Радоновод, средства доставки лечебной радоновой минеральной воды. Подробнее о модернизации инфраструктуры в Алтайском крае губернатор доложил премьеру уже на личной встрече. В частности, речь шла о выделении 200 миллионов рублей на бурение дополнительных водозаборных скважин и установку водонапорных башен. По поводу воды, конечно, это крайне важно, обязательно поможет, соответствующее получение мы дадим. Я думаю, что это все реализуемо в ближайшее время. Кроме того, председатель правительства пожелал Виктору Томенко успехов на сентябрьских выборах губернатора Алтайского края. Знаю, что вы идете на выборы в сентябре месяце, поблагодарить вас за работу и пожелать удачи, успехов вашей команде, чтобы все получилось. На совещании в широком составе председатель правительства рассказал о мерах государственной поддержки туриндустрии, главной из которых отмена налога на добавленную стоимость для туроператоров, продающих путешествия по России, на 4,5 года, начиная с 1 января 2024. От этого налога уже освобождены гостиницы, кемпинги, базы отдыха. И компании могут возместить уплаченные средства, использовать их, что крайне приоритетно для них, для создания новых турпродуктов для граждан, ну и для улучшения сервисных услуг. Отдельно Михаил Мишустин остановился на поддержке туристической отрасли Крыма, который оказался в сложной ситуации. Выделили 2 миллиарда 700 миллионов рублей в этом году, чтобы компании могли предоставить временные выплаты своим сотрудникам, чтобы сохранить коллективы и продолжили вести бизнес. Стимулом развития туристической отрасли России станет безвизовый режим с Китаем и Ираном. По словам главы Минэкономразвития Максима Решетникова, процедуры завершены и первые группы ожидаются со дня на день. Какие бы задачи не решала отечественная индустрия гостеприимства, напомнил председатель правительства, исходить надо из запросов и потребностей людей с разным достатком.